дорогие друзья всем привет вы на канале сергей матвеев директор адлера и я приехал на курорт роза хутор мне нужно было привести краску и бумагу на свою фото зону которая у меня здесь работает корпорации шалостей и после этого я пошел гулять и подумала почему бы и не взять вас с собой и я отправляюсь от курорта роза хутор до курорта и подъемников красная поляна поэтому друзья усаживайтесь поудобнее берите вкусняшки отправьте это видео тем кто любит сочи поставьте мне царского лайка и мы начинаем смотрите я сейчас нахожусь самом конце курорта роза хутор это река мзым то она полная послушайте этот звук она полная потому что идут дожди и тают снега идет дождь тепло и красиво друзья обязательно сюда приходите в этом выпуске я покажу вам интересные места где находится родник где находится бесплатный туалет где находится бесплатная тропа здоровья по которой вы можете гулять абсолютно бесплатно наслаждаться прекрасными видами курорта красные поляна все что я буду вам сегодня показывать находится в бесплатном доступе друзья и так тропа здоровья ходил по ней прекрасная тропа всем советую она бесплатно вот ее реставрируют к открытию летнего сезона вот так же здесь есть турнички это одни из моих любимых турничков потому что тут вид на горы сегодня горы плохо видно но все равно по моему здесь прекрасный вид чистый воздух шум реки что может быть лучше друзья дуванчики все зеленое такое насыщенное друзья матрица здесь очень хорошо прорисована лучше чем в провинции по моему вот я был на боли да я был тут в сириусе я был в провинции на боли еще лучше матрица прорисована чем здесь что я имею ввиду под лучше прорисована матрица ну как-то я ярче и насыщеннее цвета вы же понимаете что мы живем в мире энергии что мы энергетические существа и все вокруг нас энергия это ну надо понимать посмотрите такие пруды здесь интересные и сейчас проходим зону которая называется роза пляж роза бич как угодно и здесь летом вы можете приехать покупаться позагорать отдохнуть насладиться жизнью зимой когда крещение здесь купаются а летом когда жарко охлаждаются смотрите уже достали лежаки зонтики зонтики то есть эту зону уже открыли и если солнце выйдет здесь можно отдыхать также летом здесь будут стоять разные развлечения типа там баскетбольного кольца волейбольной площадки ну и многое другое тут будет играть музыка летом здесь классная атмосфера да и сейчас в принципе мне нравится смотрите сейчас быстро покажу вам где тут находятся бесплатные туалеты и родник буквально 30 секунд и вы станете умнее также здесь есть вот такие везде информационные стенды где рассказывается о том что вообще здесь на курорте происходит что за звери здесь живут смотрите вот бесплатный туалет абсолютно заходите делайте свои дела мне можете только лайк за такую ценную информацию поставить и вот здесь смотрите направо если пройдете 10 метров то здесь есть тропа здоровья и родник я уже набрал себе водички поэтому отправляю смотрите это арматура там готовят тропу реконструируют ее это все швеллера это все делают тропу и она бесплатно друзья все выходим сейчас кратуши так сказать главному символу курорта роза хутор и двигаемся в сторону из-то садка получается что сегодня мы пройдем все три канатные дороги потому что ганатная дорога газпром находится между канатными дорогами роза хутор и красная поляна и и и и и и напишите друзья как у вас дела как настроение откуда меня смотрите когда приедете когда вас ждать что вам снять что показать интересного нового напишите мне будет интересно почитать и так вышли к ратуши вот основная тут местная достопримечательность и и и и и и и и Среди на СССР. Вот так, друзья, я и двигаюсь. Сириус, Роза Хутор. Такой маршрут у меня. У меня сейчас получается одна фототочка здесь, на курорте. А вторая будет открываться ближе к лету на аквапарке. Посмотрите, как красиво. Говорю, матрица, смотрите, как прорисована. То есть тут матрица ярче. Есть на земле места. У меня было ощущение, когда я приехал на Бали, как будто бы я из копии попал в оригинал реальности. Я не знаю, как это передать вам. Может, кто-то чувствовал что-то подобное. Напишите. И что там все как-то более насыщенно. Более так световая палитра, что ли, ярче. Не понимаю, как это объяснить. Но кто это чувствовал, тот, я думаю, меня поймет. Смотрите. Смотрите. Как прекрасно. Можно пройтись, прогуляться, подышать свежим горным воздухом. Совместить приятное с полезным. Я приехал девочке, завез материал. Там, побыл с ней 5-10 минут. Дал ей пару напутствований. Так сказать, зарядил ее энергией и пошел дальше заниматься своими делами. А точнее, мне сейчас нужно дойти до эстасадка, там встретиться с человеком, переговорить. И вот мы, друзья, идем, наслаждаемся горным воздухом и прекрасным видом. Я тут подумал, может мне вообще создать экскурсии, начать продавать экскурсии, тоже интересно. В принципе, люди видят, что я тут все знаю. Могу тут составлять маршруты интересные. Правда, меня прав лишили и права вернут только 1 августа. Прав лишили меня за выезд на встречную полосу. Недавно. Но, возможно, оно и к лучшему, знаете. Я вообще не расстроился. Похожу пешочком. Это очень полезно для здоровья. И вообще, тачка, она как... Она просто, ну... Забирает много внимания. Ей надо заниматься. Там, ее чинить надо. Там, постоянно за ней ухаживать, заливать. В общем, когда меня лишили прав, я подумал, что фух. Возможно, это и к лучшему. Продал машину. И хожу сейчас пешочком. И я вообще, ну, серьезно не расстроился по поводу того, что меня лишили. Потому что я понимаю, что все, что происходит, все к лучшему. Значит, так надо. Значит, лучше будет, чтобы меня лишили. Может, это убережет меня от каких-то неверных действий. Вот знаете, в чем прикол? Вот если бы меня не лишили прав... Представьте, наличие прав изменяло бы мои мысли. Это просто факт. Вот я тот человек, который любит поездить. Любит скорость. Сейчас, секундочку, друзья. Смотрите, где моя фотозона. Вот в детском клубе корпорация «Шалости». Вот здесь находится. У меня будет маленький ролик на канале о том, как я сегодня туда приехал и работал. Так, дальше идет казино. Так, я что-то интересное рассказывал и потерял нить. Народу мало. И еще, друзья. Там кто-то писал, что мне грамоте надо подучиться. Я, в принципе, не отрицаю этот момент, что мне можно подучиться. Я думаю, что подучиться, в принципе, можно всем. Я не претендую на роль умного человека и всезнающего. Я понимаю, что я многого не знаю. И чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я вообще ничего не знаю. Знаете, что я знаю? Что вы знаете? Скажите мне, пожалуйста. Что вы знаете? Ну вот ваши знания вас научили, да? И что вы много знаете? Думаете, вы такие умные? Просто представьте, если среду поменяют и посадят вас в другую среду. Будете ли вы такими умными? В том плане, что мы все уязвимы. И у нас у всех есть слабые места. И кто такой умный человек, да? Кто это такой умный? Мне кажется, лучше быть мудрым, чем умным. Умный – это тот, кто учит, изучает, стих выучил, формулу какую-то. Это умный. А мудрый – это тот, кто получает опыт. Мудрый – это тот, кто… Мудрый – это практик. А умный – теоретик. Мудрый действует. Но, в принципе, умный тоже может действовать. В общем, напишите, как вы думаете. В общем, я знаю, что мне есть многому чему учиться. Учитывая тот факт, что мир постоянно развивается. И человек просто не способен успевать за тем, как быстро развивается мир по всем направлениям. Представьте. Представьте, все эти знания, которые у нас есть, они уже устаревают. Они уже старые стали. Есть какие-то инновационные знания. Ну вот, смотрите, сколько было всяких теорий, там, Ньютон, еще какие-то мудрецы. И Эйнштейн же пришел и разбил их теории. То есть, он создал теорию относительности, что все относительно. Относительно тебя. Ну и при его содействии же была проведена квантовая теория, которая говорит о том, что наблюдатель создает эффект наблюдения. То есть, наблюдатель создает наблюдаемое. То есть, вы, вы, да, вот вы, вы создаете то, что имеете, то, что видите, потому что вы наблюдатель. То есть, то, куда вы направляете внимание, растет в вашей жизни. То есть, допустим, вы направляете внимание в плохое, и плохое будет расти. Вот о чем говорит квантовая теория простым языком. Ну вот, я ее так примерно понял. На самом деле, ум, ум, да, ум и умные люди, этот ум, да, и те знания, да, которые учил умный человек, они могут помешать ему. Потому что знания и ум, да, вот они создают эго. А эго это вы и есть. И ум, эго. Оно может защищаться, ум. Вот знаете, я встречаюсь с человеком, и начинаю ему рассказывать, да, о каких-то интересных вещах. А он как бы не хочет их принять и понять. Хотя эти вещи дадут ему намного больше перспектив, чем та позиция, в которой он находится. Но почему он это делает? Почему его ум защищается от этой информации? Потому что есть информация, да, которая может изменить вас. То есть уничтожить ваше эго. И создать новое. В принципе, это и нужно делать постоянно. Уничтожать себя старого и создавать нового. Ну, как бы так объяснить? Разбирать старую реальность и собирать новую. По кусочкам, по крупинкам, как пазл. Только это ваша жизнь. Это, может, какие-то люди, которых вы отпускаете, или которых, наоборот, вводите. Какие-то действия. Потому что я живу, да, 35 лет. Я вижу очень интересные вещи. Получилось так, что я рос, наблюдал и анализировал за тем, что происходит вокруг меня. Плюс изучал разную информацию. Эзотерическую, философскую, по саморазвитию. И пытался практиковать это. И тоже делать выводы, анализировать. И я пришел к выводу, что все правы. Ну, все правы. Вот есть что-то, во что вы верите в вашей жизни. И это происходит. Но в то же время есть люди, которые верят в противоположное. И это тоже у них происходит. То есть вся сила вашей веры, получается. И в эмоциональном фоне. То есть получается, что все правы. И все получают по вере своей. Вот как-то примерно так. То есть То есть у каждого своя правда, можно так сказать. Вот когда вы кого-то не понимаете, это не значит, что он тупой. Или еще что-то. Это значит, что он просто либо находится на каком-то другом уровне развития, может ниже, может выше вас. И поэтому у вас нет взаимопонимания. Либо эго может защищаться. Если тоже вы на разных уровнях развития. Это как в школе. Там первый, девятый класс. Но если девятиклассник или пятиклассник подойдет к двухкласснику, начнет ему объяснять что-то, то навряд ли он поймет двухклассник. Так, друзья, продолжаем нашу увлекательную философскую прогулку. Ну вот кто мы, да? Кто мы, люди? На что мы способны? Мы же не знаем этого. Вот вы все меня смотрите. Вы же не знаете, на что вы способны. Потому что мы живем в таких тепличных условиях, что мы не можем себя проверить. Нас как этих выращивают, знаете, вот как вы выращиваете огурцы в теплицах, так и нас выращивают, как в теплицах в этих домах. Понимаете, мы не понимаем, кто мы. Нам рассказали, что вот вы люди, живете в этой системе, вот рожайте детей, вопросов не задавайте, ходите в церковь, да? Многих это устраивает. Но есть те, кого это не устраивает. Кто-то задается вопросом, а почему так? Почему я так должен делать? Кто это решил? А почему? А кто мы? Что мы тут делаем? И появляется еще много интересных вопросов, на которые лично мне никто не ответил. И приходится отвечать самому на эти вопросы, то есть искать ответы на них. И вот я этим занимаюсь, понимаете, я ищу ответы. Я задаю вопросы. Кого-то это вообще не волнует. Кого-то волнует там пойти отдохнуть в клуб, например, или еще что-то там, пойти пивка попить. И я ничего не имею против этого. Это прекрасные занятия, и это очень хорошо. Но, допустим, у меня другие интересы. Но когда-то я тоже любил попить пивка. И не задавался теми вопросами, которыми задаюсь сейчас. Как это объяснить? То есть это что-то внутри меня ищет. Ну, то есть вот почему я все это делаю, то, что я делаю, да? Там иду, снимаю видео, транслирую какую-то энергию, какую-то информацию. Что-то внутри меня заставляет меня это делать. Что это? Какая-то энергия жизни или что это? Мне кажется, что гораздо больше в этой реальности вопросов, чем ответов. Вот просто задумайтесь. Вот представьте, человек с палкой, да, вот с палкой, с дубинкой бегал. И вот посмотрите на то, что я вам сейчас показываю. То есть мы родились уже в этой системе. Вот подумайте, в этой матрице. И нам рассказали, что мы когда-то бегали с палками. Это мы как-то с палками бегали, а сейчас строим ядерные реакторы и летаем на Луну. Это как вообще такое возможно? Конечно, все возможно, но в голове это тяжело укладывается. те технологии, которые сейчас имеет человек, это же просто чудеса. Посмотрите, какая красота. Молодые ребята парятся, что они сейчас обоссутся. я когда был молодой, я бы просто вон пошел в куст и сделал бы свои дела и вообще бы не парился. Так, друзья, мы прошли почти всю набережную. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите, как вам ролик, как мои мысли. Слушайте, может быть, я был где-то неточен. Дайте я сфотку его. Если это так, вы меня поправьте. Я же говорю, я не претендую на роль учителя, еще кого-то, умного человека. Я ученик. Ученик я. Я учусь жизни, жить. Да, я получаю какой-то опыт, какие-то знания, делаю выводы и применяю эти знания. Но в целом я понимаю, что мы все находимся в позиции учеников. Думать, что ты все знаешь, это очень большая ошибка. Ты ничего не знаешь. Ты знаешь лишь то, что тебе рассказали и то, что ты изучил из внешних источников. Горит костерчик тут. И я не Я не 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 . Можно тут, смотрите, просто костер себе разжечь и сидеть. Смотрите, друзья, подошли к подъемникам курорта Газпром. И давайте для объективности я покажу вам зону курорта. Буквально здесь 5 минут, 7. Вы увидите, как здесь красиво. И что сюда стоит тоже зайти, пройтись по этому маршруту. Конечно, вид сейчас... Не такой прекрасный, как хотелось бы. В плане того, что горы не очень хорошо видно. Но сейчас я приведу вас на место, откуда просто открываются потрясающие, обалденные виды. Смотрите, это один из притоков Мзымты. Ой, какая красота! Просто посмотрите прямо. У меня есть ролик на канале. про курорт Газпром, про аквапарк, про торгово-развлекательный центр Галактика. Если вам интересно, посмотрите. Это вот прямо здание. Видите, там аквапарк и крутой торгово-развлекательный центр. У них я рассказываю, как сюда добраться. И что здесь есть интересного. Тут тоже прекрасный вид на горы открывается. Но они за туманом сейчас, за облаками. Всем так интересно. Все так на меня смотрят. Так, вот Галактика, значит, торгово-развлекательный центр. И сейчас зайдем на территорию и посмотрим местные красоты. Так, вот, пожалуйста, смотрите, какая здесь красота. Как будто попал в мамины сказки. Давайте тут все сейчас изучим хорошенько. Очень красиво. Что-то рабочий так посмотрел на меня, что я решил уйти из... Я делаю фотографии. Слушайте, ну это просто сказка. Посмотрите на это. Еще на голове ему посадили траву. Выглядит так реалистично. Вот это мне кажется, что это древние славянские боги. Так, я вам показывал, что на галактике стоит Пушкин. У лука моря дуб зеленый и кот ученый. И русалка на ветвях с ними. Так, тут тюльпаны цвели, уже они отцвели. Очень красивые. Просто божественно. Я так рад, что могу это созерцать. Это же реально чудо. Вот представьте, я просто иду, могу чувствовать, смотреть, прыгать, бежать, танцевать. Идти куда захочу, делать что захочу. Могу упасть головой, удариться пол. Могу изучить что-то, выучить, прокачаться. Ну, в том плане, как много у нас есть у людей. Так, тут есть аквапарк, друзья. Есть отдельный ролик, смотрите на канале, что почем, как добраться. Сейчас идем в конец. И заканчиваем первую часть, друзья. Потому что очень долгий у нас ролик получается. Разделим его на две части. Поэтому, друзья, я благодарен всем, кто смотрел меня. Буду благодарен за поддержку. Ссылки на мой канал в телеграме, чтобы не потеряться, будут в описании. Подписывайтесь. Я планирую радовать вас интересным контентом разным. Рассказывать о своей жизни, о том, что мне интересно и чем я занимаюсь. Нахожусь сейчас в Сочи. Возможно, вообще улечу скоро из России. Сейчас жду загранник. Поэтому, друзья, подписывайтесь, поддержите меня. Я буду вам благодарен. Смотрите, это конец. Я уже там был. Там территория Газпрома. В общем, там уже так просто не зайдешь. Ну что, друзья, я желаю вам счастья, успехов, процветания. Пусть у вас все в жизни получается. На этом прекрасном моменте прощаюсь. Но обещаю, что мы скоро вернемся. Всем спасибо за просмотр, друзья. И счастливо. Удачи.